Бои на голых кулаках – один из самых неоднозначных, но зрелищных видов спорта в России. В профессиональной лиге участвует много бойцов. Один из них – Никита Захаревич, уроженец Наринмара. О том, как местный физрук попал в большой спорт, расскажем в следующем сюжете. История местного бойца Никиты Захаревича началась в 2015 году. Молодой человек начал заниматься боксом. Парню хотелось попробовать себя в новом деле. Это и стало стартом его карьеры. Начал с 14 лет заниматься боксом. Наших тренеров – Александр Юрьевич Андрюков, Александр Иванович Помаха. Заметили меня. Я занимался другого тренера кикбоксингом. Они говорят – походи к нам, может что-нибудь получится. И так понравилось. И по сей день, посещая свою жизнь. Усердно тренируясь, Никита стал выезжать на соревнования окружного и всероссийского уровней, где показывал достаточно хорошие результаты. Шаг за шагом к победам молодой спортсмен добился звания кандидата мастера спорта по боксу. Помимо этого, Никита решил передать свои знания ученикам и поступил на учителя физической культуры. Ну, вообще, я отучился в колледже и как раз работал здесь, в Норде. Также преподавал по боксу в нашем зале, любимом зале «Диноборст». И решил, что надо попробовать что-то новое. И как раз через тикток попал в хардкор, в бои и решил связать с этим свою жизнь. Попал в профессиональную команду. Хорошая команда и профессиональные тренеры с большим опытом – самое главное при подготовке к каждому бою. Усердные тренировки по несколько часов в день – дело достаточно сложное. Но благодаря хорошей физической подготовке и спортивному педагогическому образованию, для Никиты это обычная практика. Мы обычно ездим на сборы на Красную Поляну. Сейчас открылся как раз там зал, крепость и прайд. Крепостные ребята, многие, например, также связаны Хабиб Нурмагомедов, Зубайр Тухуев, достаточно известные имена в России. И вот мы обычно тренируемся там, там все хорошие условия есть в горах на высоте тысячи метров. И обычно за пару дней прилетаем в Москву на бои. Бой – то, ради чего живет спортсмен. Ведь это не просто соревнования, это целое шоу. Правила поединка достаточно суровые. На протяжении двух, а иногда и трех раундов участники дерутся исключительно на кулаках и без защиты. Мне нравятся бои, мне нравятся сами выходы, сам адреналин в время боя, когда тебе поднимают руку, это ничем не описать. Сейчас на счету спортсмена четыре боя. В трех из них Никита одержал победу. Несмотря на одно поражение, молодой человек продолжает бороться в рейтинговых боях за пояс. Хардкор сейчас развивается. Развивается наша команда и Рохин Тим. И постоянно берут хороших, крепких ребят, также профессионалов. А именно про мои планы, я думаю, гонка за чемпионским поясом. И сейчас скоро будет предстояние Россия-США. К сожалению, я выбыл из-за травмы. Хотел бы очень там потратиться хотя бы в прилимах. И, ну ничего страшного, в следующем году вернусь. Думаю, рука зарастет полностью. Сейчас Никита, несмотря на травму, продолжает тренироваться. И уже в следующем году продолжит участие в боях. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.